А вот знаете ли вы, что в Челябинской области южноуральцы часто обращаются за бесплатной юридической помощью? Да, благодаря слаженной работе специалистов Челябинская область вошла в топ-5. Опыт региона призван лучшим в Уральской федеральном округе и рекомендован для применения на всей территории России. А да, как работает система и какие услуги можно получить совершенно бесплатно, сейчас узнаем. У нас сегодня в гостях Вячеслав Александрович Зайцев, заместитель начальника главного управления юстиции Челябинской области. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну вот расскажите, что собой представляет система бесплатной юридической помощи? Что это вообще? Это система мероприятий, направленных на то, чтобы наши граждане получили квалифицированную и именно бесплатную юридическую помощь в Челябинской области. Я хочу отметить, что в данном случае слово бесплатная не значит плохая, ни в коем случае. Система бесплатной юридической помощи государственная предусматривает, что ее оказывают адвокаты и они получают за эту работу деньги из бюджета Челябинской области. Есть еще система бесплатной юридической помощи, негосударственная. Там юридические клиники, студенты, либо какие-то некоммерческие центры, которые оказывают различную также бесплатную юридическую помощь, ну например, по защите прав потребителей. То есть и такие центры, они присутствуют на территории Челябинской области, о них можно узнать, например, на сайте Главного управления юстицией. А это какая-то определенная категория граждан подходит под это или нет? Или абсолютно каждый может получить эту помощь? Ну, безусловно, это достаточно большой круг граждан, но, к сожалению, не все. Есть ограничения, да? Конечно. Давайте огласим. В первую очередь это малоимущие граждане, это инвалиды, это ветераны, безусловно, это многодетные семьи, это матери с тремя и более детьми, есть и другие, это дети-сироты. Да, безусловно, на сайте это все категории можно увидеть и узнать, кто подходит под эти. Не государственные клиники, они могут свободно принимать любого человека, но они свободны в выборе. И, безусловно, то есть с теми, кто к ним подходит, они помогут. С теми они работают, да? Да, с теми они работают. А вопросы абсолютно вы любые решаете или тоже есть какие-то ограничения? Безусловно, это категории отдельных вопросов, большинство из них связано с гражданским правом. Следует сразу же уточнить, уголовным правом система бесплатной юридической помощи в Челябинской области не занимается. Это вопросы, касающиеся недвижимости. То есть это признание прав собственности на недвижимость, это вопросы по муниципальному жилью, защита прав потребителей по ЖКХ в отношении жилья. По торговле защита прав потребителей есть, так скажем, достаточно часто используется установление отцовства и взыскание элементов. Это вот эти... Ну, все равно, круг большой, наверное, самый востребованный, да, все-таки вопрос? Безусловно. А скажите, все-таки, куда обращаться? Может быть, есть какая-то горячая линия? Безусловно. При Главном управлении юстиции существует горячая линия, ее номер 263-30-10. Она работает ежедневно в рабочие дни с 9 утра до 12 дня. Если туда позвонить, гражданам объяснят наши специалисты, подходят ли их вопрос, подходят ли категория граждан. То есть, и посоветуют конкретного адвоката в конкретном районе, безусловно, по всем, во всех районах Челябинской области присутствуют адвокаты, которые участвуют в бесплатной юридической помощи. Им дадут конкретный телефон адвоката и посоветуют, какие документы необходимо взять со мной, чтобы с собой, чтобы адвокат заключил с ними соглашение об оказании бесплатной юридической помощи. Все удобно. А вот, вы знаете, как говорится, незнание закона не освобождает от ответственности. Но все мы должны быть подкураны, правильно? Да, вот какой-нибудь топ-5 законов, которые мы должны все абсолютно знать, чтобы не попасться на самые распространенные удочки. Я обратил ваше внимание на один закон всего. Конституция Российской Федерации. И все, да, я знаю, полноса. Вот вы не поверите, там есть все. Глава 2, права и обязанности граждан. И, например, статья 48 Конституции говорит о том, что каждый гражданин имеет право на квалифицированную юридическую помощь. К сожалению, время у нас ограничено. Большое спасибо мне за вашу консультацию. Большое спасибо, что пригласили. Напомним, что у нас сегодня в гостях был Вячеслав Александрович Зайцев, заместитель начальника Главного управления юстиции Челябинской области.